При появлении первых признаков простуды – головной боли, насморка, кашля, повышенной температуры тела – выпить 2-3 чашки горячего чая с имбирем и медом. Если имбиря нет, можно выпить какой-либо патагонный чай из липового цвета бузины малины. Затем хорошо закутаться и постараться заснуть. Обычно после сна простуда проходит. 2. Можно целый день ничего не есть, а только пить воду, подкисленную лимоном или клюквой. На ночь натереть тело настойкой можжевельника или березовых почек, или обтереть тепло-горячей водой с лимоном и закутаться. 3. Корень цикория обыкновенного и пустырник в разных пропорциях заварить крутым кипятком, как чай. 4. Дать настояться и принимать при простудных заболеваниях 3 раза в день по полстакана. 4. Воспаление легких, длительный кашель и бронхит лечили алое. 300 грамм меда, полстакана воды и лист мелко нарезанного алое. 5. Варить на очень слабом огне 2 часа. 6. Остудить и перемешать. 7. Хранить в прохладном месте. 8. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. Лекарство часто назначалось детям. 5. При начинающемся насморке достаточно 1-2 раза смазать в носу соком свежего листа колонхоя, и насморк быстро прекращается. 6. При простуде. Настой или отвар из 15 грамм корневища аироболотного на стакан воды. 7. Настаивают в кипятке 8 часов или нагревают на водяной бане 20 минут. 8. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. 7. При температуре. В течение дня выпить 3 стакана навара из центаврии, ромашки и листьев барвинка, взятых в равных частях по объему. 8. Примерно 4 столовые ложки смеси на 3 стакана кипятка. 8. Влить в эмалированную кастрюлю стакан молока, всыпать ложку шалфея, прикрыть, вскипятить смесь на небольшом огне, дать ей немного остыть и процедить. 9. Скипятить снова, прикрыв крышкой. 10. Пить в горячем виде перед сном при бронхите. 9. Две головки чеснока и 5 лимонов измельчить на терке. 10. Залить 1 литром кипяченой воды комнатной температуры. 11. Настаивать 5 дней. 12. Процедить, отжать. 13. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. При простудных заболеваниях. 10. При простуде хорошие результаты дает такое народное средство. 5-10 г семян конопли посевной измельчить, прокипятить в стакане воды или молока. 10. Процедить, отжать, выпить в несколько приемов в течение дня. 11. Для облегчения отделения мокроты полезно принимать сироп брусничного сока с медом. Этот сироп надо принимать довольно часто, по 1 столовой ложке на прием. 12. При сильном сухом кашле надо взять большую репчатую луковицу, очистить, вымыть и измельчить на терке, смешать с гусиным жиром. 12. Втирать эту смесь в область грудной клетки и шеи. 13. Завязать теплым платком. 14. Утром натощак принимать по 1 столовой ложке этой смеси при кашле. 13. При продолжительном грудном кашле следует вытереть грудь сухой суконной тряпкой, затем втереть до суха топленое свиное сало или топленое масло. 14. В древности одними из самых популярных средств лечения кашля, особенно у детей, был сок черной репчатой. 15. Нужно взять очищенную черную редьку, измельчить на терке и отжать сок, смешать его со столовой ложкой меда. 15. Принимать по 2 столовые ложки за 15-20 минут до еды 3-4 раза в день. 15. При кашле следует изрезать на мелкие кусочки и кипятить 10 луковиц и 1 головку чеснока в непастеризованном молоке до тех пор, пока они не станут мягкими. Прибавить немного сока будры, добавить мед. Принимать по 1 столовой ложке через час в течение дня. 16. Принимать отвар из листьев толокнянки обыкновенной, 2 столовые ложки сырья на стакан воды. Принимать отвар по 1 столовой ложке 3 раза в день. 17. Сок редьки или моркови смешать с молоком или медовым напитком. 17. Половина сока и половина молока или медового напитка. 18. Принимать по 1 столовой ложке 6 раз в день при кашле. 18. Смешать 2 желтка свежих яиц, 2 столовые ложки свежего сливочного масла, 1 чайную ложку пшеничной муки и 2 чайные ложки чистого меда. 18. Принимать по 1 чайной ложке много раз в день при кашле. 19. Очень полезной от кашля может быть следующая смесь. 30 г порошка из корня солодки, 15 г порошка из семян укропа и 60 г меда. 20. Для взрослых доза половина чайной ложки, для детей на острие ножа принимать 2 раза в день. 20. Листья и стебли малины обыкновенной заливают крутым кипятком и дают настояться. 21. Принимают на ночь перед сном. Обладают патагонным и отхаркивающим свойствами. 21. Вымыть черную редьку, очистить и нарезать кубиками. Сложить ее в кастрюлю, посыпать сахаром и томить в духовке часа два. Готовую смесь процедить, остудить и разлить в бутылки. Хранить в холодном месте. Перед употреблением наливать в горячую ложку, чтобы сок был теплым, и принимать по чайной ложке 5-6 раз в день и перед сном при кашле. 22. Промытую и очищенную черную редьку нарезать тонкими ломтиками, пересыпать сахарным песком или медом. Через 6 часов выделившийся сок можно употреблять по 1 столовой ложке каждый час. Данное средство рекомендуется для лечения кашля у детей. 23. Весной от кашля полезно пить березовый или кленовый сок с теплым молоком 50 на 50. 24. При упорном кашле нужно вскипятить 1 столовую ложку аниса и 1 чайную ложку меда в четверти стакана воды. Пить по 4-6 столовых ложек в день. 25. При простуде нарезать лук 3-4 головки вместе с кожурой и поставить на ночь у кровати. 26. Для лучшего отделения накопившейся мокроты рекомендуется пить 1-2 чашки в день горячего настоя алтейного корня. Используется чайная ложка сверху сухого измельченного корня на стакан кипятка. 27. Для отделения накопившейся мокроты можно выпивать натощак полстакана теплой воды с половиной чайной ложки пищевой соды и щепоткой соли. 28. Можно пить от кашля горячий настой розового шиповника. Иначе он называется еще «красная сосулька». Пить по 2-3 чашки в день. 29. Полезно пить при кашле настой исландского мха утром и вечером по чашке. 1 столовая ложка мха на 2 чашки кипятка. 30. Очистить 5-6 зубков чеснока, мелко истолочь и развести в стакане молока, вскипятить и дать остыть. 30. Принимать при заболевании верхних дыхательных путей по 1 чайной ложке несколько раз в день. 31. Если кашель мучает по утрам, надо сварить чеснок с патокой и понемногу съесть натощак. Это средство очень хорошо успокаивает кашель. 32. Смешать свежевыжатый сок моркови с молоком в равных пропорциях. Принимать при кашле 5-6 раз в день. 33. Залить 1 стакан промытого овса с шелухой 1 литром молока и варить в течение часа на слабом огне. 35. Процедить. Пить горячим можно с маслом и медом. Особенно полезно пить на ночь. Хранить в термосе нельзя, быстро скисает. Рецепт применяется при тяжелых пневмониях, особенно для ослабленных больных. 34. При простуде. Можно принимать отвар овса посевного с медом. 35. Сначала нужно тщательно промыть неочищенный овес в проточной воде. 35. Взять 1 стакан промытого овса, залить 1 литром воды и варить при слабом кипении до тех пор, пока половина отвара не выпарится. 36. Процедить через 2-3 слоя марли, добавить 4 чайные ложки меда, довести 1 раз до кипения, дать остыть. Это средство нужно пить по 1 стакану 3 раза в день между приемами пищи. 35. При простудном заболевании горла сок калнхоя смешивают с теплой водой и используют для полоскания. Это же средство применяется и при гриппе. 36. Собирают молодые листья смородины черной и зрелые ягоды. Из листьев делают напар в виде чая. А сок из свежих ягод принимают с сахарным сиропом или медом при заболевании горла. 37. Чайную ложку исландского мха положить в чашку крутого кипятка и настоять как обыкновенный чай. Больной должен выпить одну чашку этого настоя вечером перед сном. Средство горьковатое, поэтому можно добавить мед. 38. При болях в горле, насморке взять кусочек прополиса размером горошину и держать в рту до полного растворения. Остатки можно глотнуть. Повторять процедуру 2 раза в день. 39. Для того, чтобы остановить воспалительный процесс, 4-5 раз в день втягивайте носом и полощите рот таким раствором. 4 чайные ложки соли и 5 капель йода на стакан воды. 40. Листья калины обыкновенной – одна часть. Коры ивы белой – одна часть. Цветков ромашки аптечной – одна часть. Цветков календулы лекарственной – одна часть. Листьев подорожника большого – одна часть. Нужно 2 столовые ложки этой сухой смеси солить 250 мл воды и варить при слабом кипячении 5 минут, после чего настаивать 1 час. Процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день. 41. При гнойных выделениях из носа регулярно посещать баню или финскую сауну. Если есть возможность выбора, предпочтение следует отдавать более сухому пару. 42. Принимать настой травы галлеги лекарственной. Приготовление настоя. 2 чайные ложки сушеной травы нужно залить стаканом кипятка и настаивать 30 минут. Процедить. Пить по стакану настоя 3 раза в день до еды. 43. Принимать настой листьев толокнянки обыкновенной. Столовую ложку сухого сырья нужно залить стаканом кипятка, после чего накрыть крышкой и настаивать до 40 минут. Процедить. Выпить настой в несколько приемов в течение дня. 44. Принимать отвар листьев толокнянки обыкновенной. Нужно взять столовую ложку сушеных листьев, залить 100 мл воды и варить на слабом огне не менее четверти часа. Дать остыть. Процедить. Пить по одной столовой ложке 3 раза в день. 45. Регулярно делать ингаляции с медом, если на него нет аллергии. Мед разводится равным количеством дистиллированной воды. Делать ингаляции с помощью чайника или кастрюли. Ингаляции делать 1 раз в день. 46. Делаем сбор. Из травы галеги лекарственной 1 часть, листья в чернике обыкновенной 1 часть, листья в толокнянке обыкновенной 7 частей, корни палерианы лекарственной 1 часть. Чайную ложку этого сухого сбора нужно залить стаканом кипятка и настаивать под крышкой полчаса. Процедить. Принимать по одному стакану настоя 3 раза в день. 47. Горячая ванна для ног. Горячие ванны могут оказывать положительное воздействие на организм при ларингите. Воспалительный процесс в гортане, при котором пропадает голос. На литр воды добавляем столовую ложку соды. 48. Бананы. Их рекомендуют употреблять при сухом кашле. Умеренный кашель можно уменьшить из-за содержащихся в бананах веществ из группы серотонина. 49. Если в горле запершило, поможет полоскание отваром ромашки или йода с содовым раствором. 1 чайная ложка соли, 3 капли йода на 200 мл теплой кипяченой воды. 50. Смешайте в равных долях сухие измельченные цветки ромашки, листья мяты и шелфея. 1 столовую ложку смеси залейте стаканом кипятка. Когда отвар немного остынет, подышите над паром в течение 15 минут. В заключении стоит добавить. Народная лечебная медицина должна использоваться с мудростью. Всегда учитывайте индивидуальные особенности вашего организма. Будьте здоровы, не болейте, живите долго. Если у вас есть другие рецепты народной медицины, просьба поделиться ими в комментариях. Люди будут вам благодарны.